Друзья, как вам мой стиль восьмидесяток? Я похож на Джорджа Майкла, согласитесь, да? Правда ли, что в Египет на Новый год можно слетать всего лишь за 200 долларов? Это абзац, и мы начинаем. Ну, а начнем сегодня с приятного. После двухлетнего, почти двухлетнего затишья, в Украину возвращаются с гастролями, наконец-то, мировые звезды. Недавно вот в Киеве выступил итальянский певец Тотокутуньо. А то ли еще будет? А вы не знаете, что я текава? Вот, что сделал этот период застою миллионерами, власне, украинских зерок? Конкурентов уже в них не было в цемь. Да, короче, 20 групп, вот, пожалуйста, все уже на каждую из них по 30 раз попереходили. Ну, от, власне, и кого нам ждать следующего года? Может, Мадонну? Знаю наш Артем Шелковый. Два года назад из-за нестабильной ситуации в стране иностранные звезды-бунтари первыми отказались ехать в Украину. Как пострадали меломаны и обанкротились организаторы. Ну, где-то порядка 600 тысяч долларов. Лопатой или чайной ложкой гребут деньги украинские звезды. Нет, как это сказать, тех, кто приезжает усиленно, забирая у нас кусок хлеба. События в Крыму и военные действия на Востоке наложили табу на концерты мировых звезд. На тот момент это были сотни отмененных мероприятий по Украине. И убытки организаторов, они исчислялись даже не десятками, наверное, это сотни миллионов гривен. Группы Депиш Моут и Айра Смит отменили сольники в Киеве. Фанатам Депиши повезло больше, им вернули деньги за билеты, а вот поклонники Айра Смит потерпели убытки. Организатор просто фактически бросил компанию. Заказчик успел заплатить группе, но звезды побоялись ехать в неспокойную Украину. А так как официально у нас не объявили ни дефолта, ни военного положения, гонорар американские рокеры вернуть не посчитали нужным. Где-то порядка 600 тысяч долларов должны, ну в целом, это было продано на такую сумму билетов, на которую... 600 тысяч долларов. Благодаря сарафанному радио к нам перестали ездить Мадонны и Лени Кравицы. Есть такое американское агентство, номер один в мире, которое расписывает самые-самые, скажем так, большие концертные туры. И назовем этих артистов, это класс А, то есть самый высший. Так вот, Украина исчезла из графиков этого агентства вот, в принципе, до конца вот этого года. В чем-то, может быть, стало легче, потому что нет, как это сказать, тех, кто приезжает усиленно, забирая у нас кусок хлеба. Но, тем не менее, ты же сам понимаешь, что сейчас в стране какая ситуация, все непросто. В прошлом году на самой большой концертной площадке Украины, Олимпийском, был всего один концерт группы «Океан Эльзы». В нынешнем – ноль. Промоутеры твердят, что гастрольный рынок в сне отброшен в 90-е. Но есть один плюс – украинские артисты теперь на коне. И откупируют своими шоу-программами главные площадки столицы. Это «Лобода», «Ива Бобл», «Тина Кароль». Многие украинские артисты, в принципе, начали давать концерт. Сольный концерт украинского артиста во Дворце Украины означает, что он достиг уже какого-то определенного уровня. На днях Виталик Козловский собрал аншлаг во Дворце Украина. Он полгода вместе с менеджером готовил грандиозное шоу. Лазеры били через край, балет отстукивал ча-ча-ча. Певец похудел на 14 килограмм, но поплотнел ли его кошелек после престижного сольника? Заработать нет, не заработал, но в ноль вышел, слава богу. А все потому, что затраты нашу программу Козловского равнялись сумме проданных билетов, которые стоили, между прочим, до тысячи гривен. Но людям все равно на заработки или убытки звезд. Они изголодались по зрелищам. И когда сейчас курс доллара более-менее стабилизировался, организаторы концертов решили опять рискнуть. В 2016-м планируют потеснить украинских звезд группа «Скорпиумс», которая из года в год устраивает прощальные концерты и все никак не уйдет на пенсию. Также к нам собираются крутые перцы из «Ред Ход Чили Пепперс». «Ред Ход Чили Пепперс» у нас давние, достаточно теплые отношения. Не говоря уже о том, о их дружбе с братьями Кличко, они прекрасно, скажем, они лучше других осведомлены о том, что происходит в нашей стране, и более так к этому относятся мягкость. У них нет каких-то, скажем, как были у Мадонны, белые розы во всех комнатах. Вот подушек. Да-да-да, здесь все просто. Здесь ковролинчик, диванчик, торшерчики, светильнички, все очень просто. Кто еще из зарубежных звезд не боится приехать к нам на гастроли? В прошлом году отменил концерт в столице известный квазимода из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» «Гару». Мы прямо сейчас попробуем заманить звезду в Киев на корпоратив. Приедет ли Гару? Сейчас узнаем. Я звоню в Париж организаторам его концерта. Честно, волнуюсь дико. Алло, уи? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Обратите внимание, как мило парижские продюсеры щебечут по-нашему. Здравствуйте. Это звонят вам из города Киева. Я менеджер косметической компании. У нас просто женский коллектив. Девочки общим коллективным решением приняли, что хотят Франция, Любовь и так далее. В Киев он может приехать, несмотря на нашу бешеную ситуацию в стране. Артисты, которые работают с нами, мы их настраиваем так, чтобы они работали в Украине. Я не буду называть промоутера, с которым у нас большие сложности, и который нам много должен денег. Значит, мы с Украиной работаем таким образом. Мы подписываем контракт и получаем все до выезда артиста. На артиста, значит, как мне сказали, до 30 тысяч евро мы можем потратить. Нет, это нереально. Нереально? Нет, нет, нет. В 50 тысяч мы тоже не вложимся. Вы знаете, нет, не вложимся. Гару сегодня не против посетить Украину. Думаю, за 1070 евро он бы дал 40-минутный концерт. И это на каком-то корпоративе. А вот если вы захотите пойти на его сольник, то в апреле, например, песню «Бэль» можно было услышать за 3000 гривен. Если любите манчестерских ребяток из группы «Хёртс», то готовьте уже этой весной до 5000 гривен. А если ваш любимый артист не едет к нам, то ловите дешевые авиаперелеты и вперед на концерты за границу. Что самое интересное, билеты там гораздо дешевле. Например, когда у нас проход на «Ред Худ Чили Пепперс» стоит до 2000 гривен, это порядка 80 долларов, то на «Риану» в Европе можно сходить... Элла, понимаешь, 5 долларов – это что, деньги? 5 долларов на концерт «Рианы»? Ну, я не думаю. Я думаю, что это ерунда. Но я не верю в это. 20-30 евро должен стоить билет. Но я, честно говоря, мне показалось, что как раз эти 5 долларов Виталик и заплатил нашему Артему, чтобы он его все время снимал в этом сюжете. Вот, ладно, я шучу, конечно. Но, друзья, я хотел бы оправдать всех, вот знаете, этих там протестных артистов, о которых Артем сказал в начале сюжета. Он сказал, вот что-то они там все побоялись к нам ехать. На самом деле, я знаю ситуацию изнутри, страх был не столько со стороны артистов, сколько со стороны промоутеров и наших локальных организаторов. Потому что курс доллара, а надо в долларе рассчитаться, заплатить гонорар артисту, был нестабильный и было непонятно, по каким ценам продавать билеты. Все изразумевало. Ну, это было очень сложно. Поэтому многие концерты поотменялись по инициативе нашей страны из-за нестабильной ситуации с валютой.